Боль, зуд и жжение в заднем проходе. Эти неприятные ощущения могут говорить о том, что у человека геморрой. Варикозное расширение геморроидальных вен прямой кишки. Несомненно, это неприятное заболевание создает чувство дискомфорта и мешает человеку в его повседневной жизни. Не следует мириться с этой проблемой. О том, как эффективно вылечить геморрой, расскажут ведущие врачи-проктологи Весел и Бесцентр-Счетри. Геморроидальное заболевание – это улечение геморроидальных узлов, которые находятся на выходе из прямой кишки. Они есть у всех людей, и они функционально необходимы. Но когда кровь, которая притекает к этим узлам, больше той крови, которая успевает оттечь от них, то появляется геморроидальное заболевание, которое начинает человека беспокоить. Частые причины образования геморроидального заболевания – это, во-первых, беременность, длительное сидение, полостные операции, онкологические заболевания, облучение органов малого таза и, конечно, избыточный вес и запоры. Геморроидальным заболеванием в равной степени страдают и мужчины, и женщины. Обычно пик этого заболевания после 45-48 лет. Очень часто, поскольку в наши дни люди много сидят в офисах, много сидячей работы, из-за этого появляется застой крови в малом тазу и образуется, увеличиваются эти геморроидальные узлы. Возникает часто вопрос, а зачем лечить геморрой? Кто-то живет, знает, что у него есть геморрой, долго не обращает на это внимания, возникающие симптомы сам, в общем-то, подлечивает себе и прекрасно себя при этом чувствует. Но должен предостеречь, что есть такое грозное для всех заболевание – это как рак прямой кишки. Рак прямой кишки имеет очень схожие симптомы тоже с геморроидальной болезнью. И хотя геморрой – очень деликатная проблема, не стоит стесняться и пускать болезнь на самотек. Нужно незамедлительно записаться на прием к проктологу. Врач приведет исследование прямой кишки, это позволит обнаружить возможное заболевание. Не надо бояться вначале прийти к врачу, поскольку прием заключает в себя, что вы расскажете свои жалобы врачу, врач вам задаст необходимые наводящие еще вопросы. Затем будет произведено небольшое исследование, то есть визуальный осмотр, также пальцевое исследование делается. И затем либо сразу в первый же прием, либо в следующий раз врач назначит визуальный осмотр прямой кишки. Часто возникает вопрос, всегда ли геморрой надо оперировать. Конечно, не всегда. Для операции существуют свои медицинские критерии или, как мы называем, показания. Поэтому, прежде всего, надо помнить, что если симптомы геморроя появились относительно недавно, то вряд ли речи будет идти сразу же об операции. После проведенных дополнительных исследований для уточнения правильного диагноза врач, скорее всего, предложит консервативное лечение с помощью медикаментов. Надо же дать все-таки шанс организму тоже немножечко справиться с возникшими проблемами. То есть медикаментозное лечение включает в себя прием соответствующих препаратов внутрь. Это, как правило, сосудистого действия препараты, которые укрепляют вот эти сосуды, то есть геморроидальные вены, улучшают кровоток в них, уменьшают застойные явления, то, что часто приводит к образованию геморроя. А также в помощи этим сосудистым препаратам назначаются локального действия мази и свечи. Они разные по составу бывают, и на натуральной основе, из натуральных трав, либо химического действия. О необходимости тех или иных препаратов, конечно, решит уже врач. Если геморрой имеет только начальные проявления, то есть относительно небольшой и относительно такой маловыраженный, может быть предложена такая щадящая процедура по удалению небольших геморроидальных узлов – это наложение латексных лигатур. Для наложения латексных лигатур используется вот такой стерильный набор инструментов. Накладываются такие маленькие латексные колечки. Вы сами видите, что когда колечки ложатся на требуемую область, то, в общем-то, это очень узенькое отверстие внутри колечка. Оно передавливает весь геморроидальный узел, в результате чего он отсохнет и успешно отвалится. Это такой самый простой, бескровный метод ликвидации геморроя на начальных его стадиях. В случае необходимости врач может назначить также лечение при помощи лазерной технологии или метода ТХД, которые являются малоинвазивными хирургическими методами. У нас есть специальный аппарат, с помощью которого мы находим кровоснабжающий сосуд, который гонит кровь сквозь геморроидальные узлы, и этим аппаратом специальным образом, подставляя лазерный зонд, мы облучаем этот сосуд, прекращая кровоподачу. И геморроидальный узел становится пустым и потихонечку редуцируется и исчезает. Это при первой, второй стадии заболевания. При второй, третьей стадии геморроидального заболевания у нас есть очень прогрессивный метод лечения, называется ТХД, транссональная геморроидальная деортализация. Этот метод похож на лазерный метод, но имеет совсем другое воздействие. Специальным анускопом, прибором мы находим, опять же, сосуды, которые находятся в прямой кишке и гонят кровь сквозь эти геморроидальные узлы. И, похоже, как лазером мы их ушиваем. Но в дополнение к этому, если эти узлы начинают уже выпячивать, то этим же аппаратом мы можем подшить узел и поставить его на место, то есть в его анатомическую позицию, где он продолжает функционировать. Эти оба метода очень малоинвазивны, нет никаких послеоперационных болей, потому что нет никаких кран, нет никаких разрезов. И человек на следующий день, уже полностью восстановившись, может идти на работу, то есть вести активный образ жизни. Веселый Бестцентр с Четри лечит геморрой также по методу Лонго, так называемая трансанальная резекция, которая является неплохой альтернативой обычному классическому операционному вмешательству. Придумал профессор по имени Лонго, итальянский хирург, который в 1993 году придумал такую операцию с таким специальным шивателем, с чем мы во время операции удаляем часть геморроев, эти геморрои, которые мешают, и тоже останавливаем поток крови. Геморроем, да. Главное, это жалоба пациентов, что это третье, четвертое осталось, что эти геморрои выпадают наружу из анального отверстия. С этим шивателем мы отрезаем часть кишку, и эти геморрои возвращаются в нормальном анатомическом структуре, делают нормальную физиологическую функцию, которую должны они делать. И хотя долгие годы геморро считался чисто мужской болезнью, заболеванием водителя, с этой проблемой сталкиваются и женщины, особенно во время беременности. Говорить о таком деликатном заболевании с представителем противоположного пола, согласитесь, несколько неудобно. Чтобы пациенткам было комфортно, в СЛИБЭЦЕНТОС-ЧЕТРИ теперь работает проктолог доктор Кокайны. Проктолога надо воспринимать как такого врача, как все остальные. Как вы обычно ходите к стоматологу, к гинекологу и другим врачам, и соблюдаете за своим здоровьем, то же самое надо делать, ходя к проктологу, потому что это часть вашего здоровья, которое имеет очень большое значение. И если пропускать некоторые симптомы, из этого могут потом возникнуть серьезные компликации. Конечно, больному иногда трудно собраться, потому что визит к проктологу связан с болью, стыдом. Но вы должны знать, что проктолог работает с многими такими больными и выслушивает эти жалобы каждый день. Так что стыдиться этого не надо. И бояться тоже не надо, потому что как и осмотр, так и вся обследование обычно безболезненно. И в конце концов больной понимает, что все не так страшно. Геморрой может воспалиться, появится инфекция. Загноившись, она может распространиться дальше по кровотоку. Как цепная реакция появятся новые геморроидальные узлы. Не стоит запускать этот процесс. Зачем мучиться от постоянного чувства дискомфорта, если вылечить геморрой можно быстро и эффективно. Поэтому не тяните время, а отправляйтесь за помощью к врачу-проктологу как можно скорее. Субтитры создавал DimaTorzok